здравствуйте дорогие партнеры коллеги те кто только присоединяется к проекту skyway рады вас приветствовать на нашем традиционном вебинаре то есть этот вебинар проходит два раза в месяц каждые две недели по средам и сейчас у меня достаточно походные условия возможно вы слышите эхо потому что я по-прежнему нахожусь в минске и не мог не провести этот вебинар как-то откладывать потому что эмоции были бы уже абсолютно не те и эмоции действительно хотелось бы вам максимально передать и ощущение не то что праздника естественно это безусловно это наш всеобщий праздник и это юбилей генерального конструктора бизионера создателя технологии skyway человек объединяющий небо с замечательной фамилией юницкий юницкой действительно это фамилия заключает себе смысл объединение неба объединение неба через транспорт это можно считать совпадением анатолий эдуардович всегда отвечает на вопросы об его фамилии его предназначение о тех обстоятельствах которые складываются в проекте skyway естественно пользу нашего проекта он не может их объяснить он просто делает он просто создает и он просто летит как пуля пробивая все абсолютно препятствия и конечно же мне хотелось бы пообщаться с вами рассказать в первую очередь об общепланетарном транспортном средстве потому что традиционно уже каждый год ранее сергей анатоличем сейчас уже я также хотел бы продолжить эту традицию и 12 апреля мы всегда говорили об космической индустрии и о том что анатолий эдуардович это тот человек который мог изменить космическую индустрию еще 40 лет назад но конечно же мир тогда был абсолютно не готов и что говорите что скрывать многие из нас и сейчас не готовы это все принять так коллеги раз раз должно быть все хорошо слышно хорошо немножко отвлеклись продолжаем громкость прибавили все хорошо не кредит все замечательно продолжаем друзья не отвлекаемся потому что действительно хочется за короткий промежуток время ограничено сегодня рассказать очень многое и как обычно дать свой взгляд на все интересное и самое актуальное проходящее в мире skyway вчера достаточно нетрадиционно прошел день рождения юбилей анатолий эдуардовича юницкого была презентация монографии замечательной книги которую каждую можно сейчас и приобрести я думаю получить на будущем на кафесте на будущих событиях в минске те события которые будет приурочивать компания то есть какие-то выставки это действительно мощнейший труд это труд с формулами это труд с обоснованиями и это также не только научный труд но и визионерский труд и в кинотеатре в фалькон клаб была проведена презентация я могу сказать что очень неспроста было выбрано это место потому что мне она навеяло как раз таки наше будущее планетарное транспортное средство может знаете такая полусфера коридор в виде полусферы и все мы там ходили и я лично представлял как это будет через двадцать пять лет когда мы уже будем праздновать я думаю что по очередной юбилей анталия дар дача но уже в ближнем космосе это мечта которая сейчас является мечтой но технология skyway уже стала реальностью как выразил и процитировал анталия дар дача технология skyway это пак а а уж а человек от человечества зависит будет реализовано общепланетарное транспортное средство либо нет и в этом году мы увидели очень серьезный информационный поток новостей писем и различных публикаций по поводу именно космической программы анатолий эдуардович и я поддерживаю эту стратегию это абсолютно верно потому что нужно понимать откуда мы движемся и куда мы движемся многие задают вопросы по что будет после пятнадцатого этапа зачем мы выстраиваем сейчас крупносистемный международный бизнес зачем мы продолжаем сейчас создавать новые маркетинговые уже автоматизированные инструменты которые будут на автомате не взирая на человеческий фактор что кто-то устал кто-то может быть сейчас занялся немножко другими делами мы не можем этого допустить потому что у нас есть ответственность перед юницким постоянно повышать и обеспечивать поток инвестиций а у юницкого есть ответственность первую очередь перед человечеством он взял ответственность так как общепланетарное транспортное средство это общемировой глобальный проект и чтобы к этому прийти нужно создать бизнес с высокой капитализации и именно от общепланетарного транспортного средства анатолий эдуардович уже перешел к логике skyway задумываясь о том что до общепланетарное транспортное средство также начинает свой путь вверх с эстакады и что будет если к этой эстакаде на эту эстакаду подвесить либо навесить прорывной транспорт который не имеет никаких аналогов и не имеет на сегодняшний день никаких конкуренции и таким образом именно родилась концепция skyway струнного транспорта сразу появилось современное название которое просто поражает и маркетингово многие компании тратят миллиарды на исследования каким образом выбрать название но это небесный путь и антолий эдуардович через даже свою фамилию объединяет небо через транспорт и таким образом очень просто объяснять какая стратегия нас ожидает дорогие коллеги и участники вебинара те кто может быть только присоединился и первый раз меня видит и у нас стратегия рассчитанная действительно на 30 на 40 на 50 а может быть даже 100 лет вперед и этого нет ни одной корпорации в мире сегодня я приведу пример уже такого провала я считаю после айпио все меня спрашивают что за лифт и это лифт на котором мы перемещаемся в домах нет лифт это компания это американская компания и они я в конце поведаю и вообще я расскажу почему сейчас на мой взгляд нужно использовать эту замечательную возможность и приобретать доли которые любезно это переуступаются Анатолию Эдуардовичу не каждый это делает создатель SEO генеральный конструктор когда развивается и создается прорывная технология этот шанс нужно использовать я приведу очень железный аргумент по сравнению с айпио и вы сможете пообщаться с серьезными финансистами по поводу этого и как мы придем к общепланетарному транспортному средству конечно же уже параллельно Анатолий Эдуардович этим занимается и я могу сказать что даже Hyper-U концепция супер прибыльного бизнеса о том о чем говорил Илон Маск говорят сейчас многие команды пытаясь создать безопасный в первую очередь аэродинамичный подвижной состав который будет перемещаться фор вакууме со скоростью больше тысячи километров в час и вот в чем сейчас наша скорость и в чем наша максимальная мобильность в том что многие изобретения которые сейчас только появляются Анатолий Эдуардович придумал уже многие десятки лет назад и он просто поднимает эти воспоминания поднимает эти расчеты адаптирует их оптимизирует и получается изобретение которое рождается сейчас на свет и поражает всю транспортную и не только индустрию ни много ни мало мы все с вами создаем целую отрасль и и даже сейчас постепенно потихоньку задаются стандарты ищутся стандарты какую лучше путевую структуру начать и каким образом можно оптимизировать на данном вебинаре я вам расскажу свое мнение именно как инженера механика по поводу шестого типа путевой структуры которую все желающие увидят из нас с вами кто будет присутствовать на экофесте 2019 я лично как только узнаю дату отложу все свои дела и запланирую эту дату буду с нетерпением ожидать и то что сейчас у нас максимальный фокус на восток это говорит о том что мы не можем себе позволить как-то недоиспытать машины которые будут отправляться в арабские эмираты и как-то может быть сделать незаконченный продукт просто не имея права этого допустить и даже анатолий эдуардович вчера провел свой юбилей то есть присутствовало более ста человек в это и различные фонды мы как skyway капитал отдел техподдержки александр бы присутствовал павел манилов эво стендман юрий наш дизайнер фактически все люди которые казалось бы невидимы но они работают skyway капитал и выстраивают работают и конечно же все руководители и не просто руководители но и обычные инженеры конструктора аналитики также присутствовали на данном юбилее и это была не только презентация замечательной монографии публикации мощнейшей книжки которая сейчас я думаю что недооценена по вниманию и то что даже анатолий эдуардович лично подписывает данные издания это дорогого стоит потому что потом эти издания подписаны просто невозможно будет получить времени не будет кстати если говорить про время то даже сейчас планируется ближайшие очень серьезные встречи и ранее середины мая нет свободного окна потому что Анатолий Эдуардович живет в самолете живет в разъездах перемещениях между Минском между Арабскими Эмиратами на юбилее также присутствовал наш крупный стратегический партнер который отвечает сейчас за мировую стратегию выстраивания финансовых отношений выстраивания взаимоотношений между крупными финансовыми и мировыми элитами потому что процесс который закручивается с арабских эмиратов это также вход на мировую площадку опять же из-за того что я и начинал потому что у нас долгосрочная стратегия и конечно же многие из вас и также мое мнение что сейчас мы не имеем права как-то хотя очень хотелось бы если честно мне лично потому что эта тема меня затронула сразу и не отпускает до сих пор общепланетарное транспортное средство но мы не можем объявлять что вот начинается финансирование мы не можем объявлять даже финансирование на хайпер юг и параллельно факультативно в свободные задачи эти эти решения уже реализуются в виде чертежей в виде проектирования ни минуты абсолютно не тратятся и когда будут закрыты уже 15 этапов сейчас кто не в курсе мы находимся уже на 13 с лишним этапы 13 этапа разделяется и в этом я считаю счастье и удача нас всех с вами потому что есть возможность планировать наши инвестиции и 14 этап так как там суммы более крупные я не исключаю того что он также будет разделяться но не факт потому что как только мы уже создадим и построим то что сейчас реализуется в арабских эмиратах то уже есть договоренности по приходу крупных инвестиций также для прихода крупных инвестиций и для дальнейшей перспективы развития сейчас реализуется и блокчейн направления мы по-прежнему не знаем абсолютно никаких подробностей и это правильно то что это хранится в недрах головной компании заостренные технологии отдела евгения ротченкова на следующем я думаю вебинаре я более серьезно пообщаюсь насчет направления вообще этого отдела потому что этот отдел помогает под руководством Анатолия Эдуардовича сделать наш транспорт действительно андроидом и действительно роботом действительно самым умным и самым совершенным транспортом на сегодняшний день блокчейн направления также связано с договоренностями с крупными фондами и с крупными очень крупными игроками поэтому вот вам два аргумента первый аргумент это то что строительство как только строительство будет закончено первых тестовых участков в Арабских Эмиратах все увидят что это функционирует что это все работает в условиях в условиях влажности действительно в отличающихся условиях по сравнению с Республикой Беларусь и инвестиции теоретически возможно потенциально я всегда произношу эти волшебные фразы как именно такие незыблемые слова венчурного инвестора венчурного направления так как мы развиваем технологию которая только только выходит сейчас на глобальный мировой рынок но уже признан и второй факт это блокчейн направление я думаю что через считанные месяцы я беру с запасом мы уже увидим конкретику в ближайшее время но я не знаю просто каких каких-то конкретных дат будет уже начать к реализации механизм по обмену токенов то есть сейчас они зарезервировались я имею ввиду активов наших долей на токены и будет уже конкретный механизм по процедуре которого нужно каждому будет пройти кто менял доли на токены и получить уже реальные токены далее ожидать конкретных событий готовится мощнейшая очень серьезная маркетинговая программа мировая программа и я думаю что очень много интересного нас ожидает различные рот-шоу то есть это презентация блокчейн направления в других странах на специализированных площадках на блокчейн конференциях все это будет и я думаю что представители специалисты подрядчики и непосредственно те кто занимается внутри головной компании этим направлением все сделают на достойном уровне потому что по-другому у нас и получиться не может как я говорил и полтора и два года назад Skyway это идеальный транспорт и идеальная площадка для реализации оцифровывания как технологии так и экономики адресных проектов и всей глобальной сети в целом знаете я могу сказать что меня до глубины души поразили те фильмы которые я увидел они были представлены впервые в кинотеатре сидели более ста человек которые посетили юбилей Антолия Эдуардовича и там прослеживается путь история Антолия Эдуардовича насколько много препятствий было преодолено я думаю что в первую очередь иностранные коллеги и те русскоговорящие наши коллеги которые приходят в проекты не только за прибылью но и за какой-то идеологии к примеру кто-то инвестирует в зеленые технологии кто-кто кто-то банально но очень полезно и очень важно жертвует деньги на благотворительность и в каком-то плане и среди крупных инвесторов относительно крупных инвесторов конечно же по сравнению с теми кто будет входить после реализации и окончания строительства в Арабских Эмиратах инвестируют свободные деньги для того чтобы помочь реализации этой технологии и посмотрев эти фильмы замечательный ролик представили наши коллеги по партнерскому фонду СВИК и также мощнейшая режиссерская работа с элементами мультипликации была представлена непосредственно видеопродакшеном головной компании ЗАО струнной технологии то есть мы знаем нашего талантища Евгения Петрова который также активнейшее участие принимал в реализации уже полного метра не полного метра в виде блокбастера этому время тоже обязательно придет я думаю что перед выходом на IPO на мой взгляд должен будет появиться полнометражный фильм блокбастер по всем канонам описывающий путь юнитского путь развития skyway от старой истории до новейшей истории новейшую историю я считаю с 2014 года и эта история которая касается нас всех с вами слезы наворачивались смотря эти фильмы и это очень эмоциональные фильмы затрагивающие глубины струн души тех кто поддерживает проект я честно признаюсь что эти фильмы они предназначены в первую очередь для тех кто уже находится в проекте идеологически поддерживает проект и для тех людей которые готовы приходить не только ради прибыли но конечно же никто не исключает потому что у нас высокоприбыльный потенциальный проект но и ради более великих целей как спасение нашей планеты и спасение побоюсь этого слова человечество со стороны skyway capital был представлен ролик я думаю что он тоже в ближайшее время появится на интернет пространстве про общепланетарное транспортное средство ролик с достаточно серьезной компьютерной графикой и той визуализации именно в масштабе с глобальностью с вау-эффектом к чему мы будем приходить уже после гиперскоростного транспорта после многочисленных адресных проектов и на благо чего будет работать структура каждого из нас с вами кто создает для себя потихоньку каждый день этот бизнес этот бизнес создается не просто до конца пятнадцатого этапа но на многие многие десятилетия и этого не даст ни одна компания я уж не говорю про компании про те компании которые представляют криптоиндустрию используя то что сейчас биткоин начинает себя чуть-чуть получше чувствовать делают просто элементарный форк популярных криптовалюты представляют это как свой продукт я не упоминаю никаких имен названий но просто чтобы вы понимали когда с кем вы будете общаться потому что как только будет запущена блокчейн направления именно skyway токена то криптоинвесторы и млм криптоинвесторы они будут очень серьезно заинтересованы потому что эта система и эта технология также будет уже масштабироваться в том числе на трансграничные платежи между континентами между подрядчиками и конечно же между людьми которые будут находиться внутри этой системы внутри сети транснет и я могу сказать что вот Антолий Эдуардов отвечая на вопросы он сказал что сейчас на самом деле такой период когда это не на этом мероприятии но на наши вопросы почему потому что было мне задано много вопросов почему мы не можем заниматься адресными проектами ведь у нас есть связи ведь у нас есть знакомые в правительстве ведь у нас есть возможность все это быстро согласовать объясню почему потому что это должны делать высококвалифицированные профессиональнейшие кадры и наша с вами задача на самом деле это сказал Антолий Эдуардович когда освещал ту достаточно неприятную казусную ситуацию в Ломбардии когда кто-то неправильно абсолютно представил нашу технологию как железнодорожный транспорт перемещающийся на высоких скоростях и что чуть ли не железнодорожные вагоны будут вакууме перемещаться летать над городами каждые 15 секунд представляя к тому же неправильную визуализацию и устаревшую технологию высокоскоростного транспорта естественно это полный бред и это нужно исключать этого нужно избегать поэтому Антолий Эдуардович обратился и сказал что мы с вами можем принимать участие только в продвижении финансовой части инвестиционной части и в этом мы становимся все более профессиональные но вы не представляете я даже сам не представляю насколько более квалифицированным инвестором и более квалифицированным евангелистом не только технологии Skyway но и блокчейн технологии нам необходимо стать после того как уже придут крупные инвесторы и мы с вами через наши системы наши структуры сможем также развивать этот продукт уже после того как он будет представлен мировому рынку для максимального охвата для максимального для максимальной экспансии чтобы наш Skyway токен пришел в каждый небольшой город и многие о нем знали что рождается такая новая оцепрованная экономика которая живет в симбиозе с реальной экономикой и с реальными адресными проектами мы должны вырасти в своем профессионализме и в своем качестве предоставления информации потому что огромное внимание уделяется именно легальности схемы и долгосрочности стратегии развития этой схемы через всей стратегии нашей компании также и через блокчейн направления мы как как только это все появится обязательно озвучим правила которым нужно будет следовать и если не следовать этим правилам то можно все нарушить именно поэтому в начале будут входить крупные инвесторы и это отработанная методика таким образом также поступал и павел туров с telegram open network но мы не видим сейчас какого-либо законченного продукта и если не ошибаюсь осенью уже будут наступать обязательства по возврату денег которые были токенов криптовалют которые были инвестированы но это не наша так скажем история но опираясь на истории которые уже произошли технология skyway использует положительный опыт всегда только положительный и выдает максимально законченное оптимизированное решение в этом я могу сказать что по крипто направлению вопрос только в подрядчиках и об этом к сожалению я ничего не знаю на самом деле к счастью потому что фокусировка для нас как для skyway капитал сейчас идет на максимальное распространение рынка и на стратегию также задавание курса амбассадоров о чем я говорил в москве и сейчас это мы будем дублицировать первый амбассадор который вот уже будет запускать запустил уже свою деятельность в африке в нигерии это кристиан и замечательный парень замечательный профессионал специалист который на минуточку начал свой путь с обычного водителя автобуса и буквально за год с лишним он прокатился на этом социальном лифте skyway skyway капитал и показывая очень хорошие результаты стал менеджером по коммуникациям а сейчас также параллельно он будет развивать бизнесы в нигерии не исключает тот факт что останется он там примерно на год и такие же люди будут появляться и в других странах критерии критерии на самом деле абсолютно понятные и вы должны понимать что на год может быть на полгода нужно будет выехать в другую страну поэтому тут нужно понимать что будет отрыв от семьи от детей от жены и это некие жертвы на которые люди готовы идти и я могу сказать что результат уже дается сейчас налаживается финансово-юридический механизм постепенно налаживается непростой процесс который длится с момента моего пребывания с момента проведения конференции переговоров по юридической по финансовой схеме в нигерии и сейчас мы выбираем лучшее решение я могу сказать что рекорды которые когда-то показала и небольшая словакия они будут достигнуты и даже их перегонят потому что с тем рвением которые другие страны начинают развивать наш бизнес с новыми структурами с новыми людьми с новым рвением это заслуживает внимания заслуживает максимальной помощи что мы и делаем и максимально ускоряем процесс помимо того что на презентации и замечательных фильмов и непосредственно издания можно было получить эксклюзивные издания там насколько я знаю немножко другие условия головная компания скорее всего это озвучит но это альманах я считаю для каждого регионального лидера регионального представителя кто связывает свою жизнь вообще с проектом skyway это уже следование логики идеологии не просто получение прибыли развитие проекта для того чтобы ускорить метаболизм планеты человечества в целом за счет вывода всего вредного производства за пределы нашей планеты земля и естественно в этом случае будет максимально полезный эффект я не раз говорил что те корпорации добиваются максимальной капитализации которые дают наибольшую полезность обществу человечеству поэтому и дел поэтому поэтому и поэтому и поэтому и так как в своей эпохе свои технологические уклады они дали максимальную полезность максимальный положительный эффект для человечества поэтому и капитализация сейчас огромнейшее и тот эффект который будет давать skyway на мой взгляд ни одна корпорация в мире не давала этот эффект поэтому потенциально возможно теоретически это будет как Анатолий Эдуардович и говорил в 2014 году в своем ролике что мы создаем самый крупный бизнес на земле то что не могли сделать вместе порт степенсон и боем и я бы добавил apple google alibaba потому что такого объединения такой унифигации и технологии и задавания нового стандарта не видела человечество вообще и и я хотел бы отметить тот факт что Анатолий Эдуардович и как создатель и как фаундер и как генеральный конструктор является примером и подражанием в плане семьи это показатели и вы слышали историю с джеффом Безосом что очень такие серьезные судебные тяжбы были и к сожалению он развелся со своей женой вот через фильмы вы поймете обязательно всем рекомендую не просто посмотреть а распространить смотрите их в каких-то таких вот комнатках в абсолютно дружеских атмосферах и включайте их к друзьям потому что они поймут что в первую очередь человек открытый честный и благородный и поэтому и семья у него максимально полная и в виде второй жены уже появилась надежда в прямом и переносном смысле этого слова когда руки Анатолия Эдуардовича уже опускались и надежда Геннадьевна Косарева стала поддерживать максимально во всех ситуациях Анатолия Эдуардовича и сейчас по сей день уже является генеральным директором зао струнные технологии извалила на себя огромную бумажную работу огромную работу по координации с топ-менеджментом чтобы освободить Анатолия Эдуардовича для задач именно по созданию технологии и на самом деле мне часто задавали крупные инвесторы вопросы на как вообще с семьей как вообще с ценностями компании и основная ценность компании я это прослеживаю каждый раз на самом деле это то что всегда везде и навсегда Анатолий Эдуардович будет защищать инвесторов и инвестиции и то что сейчас возможно была как-то несколько трансформированная переигранная юридическая схема с появлением арабских игроков всегда GTI там мы все с вами находимся то есть Global Transport Инвестмент всегда входит во все необходимые роли я говорю простым языком дабы донести информацию потому что Анатолий Эдуардович всегда повторяет что я хочу чтобы инвесторы получили то что хотели и чтобы права наших инвесторов были максимально защищены это это ценности компании помимо создания максимально оптимального экологичного безопасного дешевого и высокоприбыльного транспортного средства и целой транспортной отрасли максимальная чистота открытость и соблюдение доверия тех людей которые доверились кто-то со 100 долларов кто-то с тысячи кто-то сотен тысяч долларов но поддерживают идею и по сей день а поддерживать это значит не вредить и Анатолий Эдуардович всегда повторяет на каждой встрече что он благодарен инвесторам и все мы с вами это видим на экофесте потому что казалось бы уже при той скорости развития компании можно и не проводить экофест можно как-то камерное это решить либо дипломатичное решить что Анатолий Эдуардович присутствует там буквально прилетает улетает но такого не будет потому что всегда компания готова отчитаться за свою деятельность и за те планы которые были выстроены и которые возможно были сдвинуты по обстоятельствам как вот допустим с Литвой и сейчас то что касается Арабских Эмиратов скорость развития набирает обороты но строительство идет чуть медленнее чем летит на сегодняшний день в Республике Беларусь на территории Марьиной Горки Я думаю что после середины мая мы как член управления Skyway Capital подготовим новые очень серьезные делегации и это будет скорее всего направление и Африки это будет направление и Европы сейчас я не могу раскрывать никакие особенности никакие подробности об адресных проектов но какой критерий чтобы на столе ну образно говоря естественно на столе лежали как минимум 30 процентов от стоимости проекта если этого не будет 30-40 процентов то и даже разговора об этом абсолютно нет и это не могли мы себе представить примеру в 2014 году когда мы сломя голову бежали к чиновникам правительства проводить переговоры и создавать адресные проекты я повторюсь еще раз и я благодарю своих коллег из Кыргызстана я благодарю своих иностранных коллег и нашу действительно такую армию полковников не генералов но полковников региональных представителей которые максимально быстро донесли до своих людей что бегать по адресным проектам время сейчас прекратилось этим занимается только головная компания и этим занимается только те люди которые уже реализовывали строили глобальные инфраструктурные проекты имеют полный опыт взаимодействия может быть даже изменение каких-то СНИПов если это потребуется на территории стран и это также идеология делать максимально профессиональной и каждый должен заниматься тем в чем он максимально компетентен максимальная оптимизация всегда прослеживается на экотехнопарке и я хотел бы вам раскрыть те особенности которые возможно кто-то не заметил вы помните как мы раскрывали ранее особенности юни-байка юни-винда потому что кому-то кажется ну подвижные составы на 2 человека а где те подвижные составы на 300 на 500 человек хотя сейчас они создаются в том числе и для рынка ближнего востока это вот это новая трасса новые арочные опоры для жесткой путевой структуры я считаю это гениальное изобретение очень простое очень виртуозное очень дешевое очень быстрое строительстве как это следует логике реализации всей технологии skyway и изобретение антолия эдуардовича и это новый стандарт для пока что испытаний любого вида подвижных составов и антолий эдуардович сказал своем интервью что зачем нам строить много видов путевой структуры если можно создать и наверняка его голове это было просчитано он просто взял и применил в нужное время при нужной финансовой финансовой нагрузке финансовых поступлений для максимальной оптимизации для максимального удешевления потому что сейчас мы работаем на два фронта то есть это и марина горка республика беларусь и не просто марина горка но и сейчас идет расширение масштабирования как производства производственных площадей так и офисных помещений так как работает сейчас уже более восьми сотен сотрудников и огромное количество оборудования и здесь будут испытываться машины любого вида навесные подвесные легкие тяжелые перед отправкой в арабские эмираты потому что мы не можем допустить чтобы какие-то узлы агрегаты не были протестированы и тестируется все подвеска развороты безопасность надежность работы системы разгон торможение абсолютно все тестируется как навесной так и подвесной транспорт я не могу поверить на самом деле и мне будет это очень интересно как инженеру посмотреть на виртуозность реализации данного решения я могу сравнить это не больше не меньше но как с задаванием нового стандарта в виде путевой структуры если сравнивать с мобильниками то это как раньше был поставьте плюсик то помнят такие стандарты как dot dot gsm как CDMA и другие подобные стандарты и вот это новый стандарт на уровне стандарта gsm это еще не та частота по которой будут бегать все транспортные подвижные составы по технологии skyway но это уже приближение к тому потому что у каждой отрасли должны быть свои стандарты и это действительно гениально я когда читал у меня мурашки просто по коже пошли потому что настолько виртуозное решение я не мог предположить я если честно думал что это диверсификация рисков и конечно же это и диверсификация рисков и дублицирование строительства того что будет реализовано в арабских эмиратах но более дешевом исполнении нет это просто универсальная путевая структура и по виду я думаю что вы можете предположить насколько быстрая и насколько недорога будет в исполнении в строительстве это путевая структура настолько насколько она красиво даже в подобном исполнении и как легкие транспортные средства то есть на два пассажира так и сверхтяжелые на 300 на 500 пассажиров на 50 тонн например грузовые подвижные составы наши юниконты для перевозки как 40 пультовых контейнеров так и из со контейнеров все это будет испытываться на данной путевой структуры это какая-то волшебная путевая структура я по-другому сказать просто не могу и с учетом набирания опыта с учетом максимально эффективно сформированной команды строительство просто летит и нам будет что посмотреть в 2019 году на экофесте я буду с нетерпением этого ожидать потому что повторюсь это новый стандарт путевой структуры для перемещения наших подвижных составов внутри сети транснет пока что в виде испытаний но я не исключаю того что уже при выходе на мировой рынок будет задан тот стандарт который будет приниматься теми глобальными рынками какую прибыль какую максимальную капитализацию получают компании мобильных телеоператоров когда они являются монополистами и держателями того или иного стандарта или тех или иных полос для осуществления мобильных звонков вот у нас так уже можно сказать будет друзья поставьте плюсики кто поддерживает действительно восхищение по этой путевой структуре потому что это очередное гениальное изобретение достойное грантов как и это было ранее я надеюсь что своим языком я максимально сейчас стараюсь по-прежнему хожу на курсы ораторского искусства и буду продолжать ходить стараюсь упрощать говорить максимально просто чтобы каждому было понятно но если потребуется можно и закрутить с техническими терминами с финансовыми терминами и конечно же всех интересует а что же происходит в арабских эмиратах это уже устаревшие фотографии новых у нас нет так как это закрытый режимный объект очень серьезные люди спрашивали которые кстати проживают в арабских эмиратах можно ли посетить данные строительный объект нет нельзя и даже когда мы приедем с нашими лидерами и будет такой день открытых дверей в мае только до обеда мы сможем посетить этот объект потом начинается рамадан и вот буквально за несколько часов это небольшое окно мы сможем посетить естественно фотографируем естественно снимаем все что там происходит и я думаю что это все разлетится по нашей сети и все увидят огромный прогресс может быть не с такой скоростью как сейчас была построена построены арочные попоры для жесткой путевой структуры как для навесного так и для подвесного транспорта но с той скоростью которая возможно при максимальной поддержке правительства арабских эмиратов и при максимальной выдаче буквально на расстоянии вытянутой руки дружеского рукопожатия лучших подрядчиков и лучших компаний которые реализовывали уже крупные инфраструктурные объекты на территории арабских стран и на самом деле вот этот путь который Анатолий Эдуардович прошел и проходит это долгая очень серьезная корпоративная продажа с потенциальным большим очень объемом поэтому эту продажу осуществляет лично генеральный конструктор на переговорах общается лично генеральный конструктор остальные это все нанятые менеджеры нанятые может быть номинальные директора юридических структур но всю активность и темп задает Анатолий Эдуардович и подобного рода переговоры может проводить только генеральный конструктор и это касается любого направления на уровне страны на уровне континента потому что юницкий видит сверху каким образом реализовывать и строить сеть транснет в арабских эмиратах либо в других странах вот я повторюсь что стройка идет для тех кто сомневается для тех кто любит патрулить знаете так на зло вам на добро вам стройка сейчас развивается и я призываю вообще вот с троллями знаете такой есть принцип айкидо и кто владеет таким боевым искусством поставьте плюсики наверное вы меня сразу поймете это когда тебя бьют а ты не просто ударяешь в ответ а ты делаешь такой маневр что ты продолжаешь удары противника падает повержен и давайте такой же транспорт такой же способ использовать и с троллями либо не реагировать на них вообще либо реагировать на них максимально конструктивно и логично я призываю вас не реагировать различными матами оскорблениями потому что они идиоты они дебилы так и ничего не изменится если вы будете жестко на них реагировать это на самом деле их цель и вы видите что дальше российского пространства они не выходят потому что кишка там и совершенно другого уровня затраты про тролли я больше ничего не буду говорить потому что еще хотелось бы осветить ряд тем я вот сравнивал приводил пример про мобильные телефоны про новый стандарт как ранее появился стандарт GSM и вот подобного рода вещь также отметил представители Малайзии это очень серьезный топ-менеджер компания МГМ и это крупный инфраструктурный реализатор также компания НЕК представители этой компании присутствовали на визите Кирилл Бадулин который является сейчас как руководителем отдела адресных проектов так и замдиректора по развитию этот визит замечательно провел и что сказали эти люди технология SkyWay это примерно такой же квантовый скачок в развитии транспортных инфраструктурных технологий как перейти было сразу с 2G на 5G минуя 3G и 4G я бы сказал даже с 1G потому что мировые арабские издания говорят о том что сейчас сейчас вообще SkyWay это будущее мобильности и это футурологичная футуристичная технология которая задаст новые тренды мобильности и логистики ну и это будет задано через новые стандарты логистики и естественно финансовый рынок на это отреагирует очень здраво очень лояльно первые реакции мы увидим после мощнейшей проведенной маркетинговой мировой компании для крупных фондов в виде блокчейн направления и постепенно мы всегда задавали вопросы по поводу IPO и сейчас я становлюсь уже таким ну я бы не сказал экспертом энтузиастом по поводу IPO и могу пообщаться достойно пообщаться приведу вам пример почему буду будет на мой взгляд переподписка когда мы будем выходить на IPO через два-три года это абсолютно возможно при демонстрации результатов растущей прибыли а прибыль будет расти и прибыль вначале будет на мой взгляд даже не несколько там десятков сотен миллионов долларов значительно большие объемы с учетом тех стратегий и тех коммуникаций которые ведет наш крупный стратегический партнер и лично Анатолий Эдуардович потому что многие переговоры многие дискуссии в других странах они просто не показываются Анатолий Эдуардович слетал переговорил съездил договорились что к примеру через год после Арабских Эмиратов в такой стране с такими людьми будет происходить развитие технологии Skyway и они уже ждут это уже гонка и это уже очередь и малазийцы понимают что да им придется несколько конкурировать с Арабскими Эмиратами но с Арабскими Эмиратами конкурировать не получится по той простой причине что они первые и придется просто записываться в очередь и это наша долгосрочная стратегия это на то что очень положительно отреагирует финансовый рынок ну а теперь о том о чем я обещал вам рассказать почему наше IPO будет просто взрывным я наблюдал и мне было интересно каким образом выйдет конкурент Uber компания Lyft на IPO было много достаточно споров много суждений компания подала себя оценила достаточно дорого но инвесторские ожидания по крайней мере информационный фон фактически наверное во всех ресурсах массовой информации какой-то индивидуальной информации инсайдной информации такой информации имеют доступ в плане финансовых рынков все говорило о том что скорее всего возможно рынок отреагирует положительно но нет в начале акции лифт начали падать и потом вроде бы восстановились до 5% плюс сейчас можете посмотреть на инвестинг про на 23% находятся они в минусе и о чем это говорит это говорит о том что крупные институциональные инвесторы не готовы на сегодняшний день инвестировать те технологии которые увязывают и создают какую-то распределительную экономику между водителями между пассажирами распределенную но используя устаревший вид транспорта это не инвестиционное привлекательное и это показал рынок на минуточку вход в любое IPO если вот допустим сейчас вы будете входить ну примерно от нескольких десятков тысяч долларов если вы не квалифицированный инвестор чтобы стать квалифицированным инвестором это еще большая сумма и если к примеру даже кто-то подаст заявку на 20 ну так рубли на 10 тысяч долларов заявку одобряет не всю одобряет от 10 но самое лучшее до 50 процентов в плане одобрения заявки это вообще какой-то праздник и представьте насколько больше средств вам придется инвестировать занимать где-то не вам а кому-то кто захочет уже войти в IPO с переподпиской а переподписку будем формировать мы с вами это будут миллионы людей которые будут жаждать и которые будут резервировать даже тот кто является инвестором все же понимают и в рынок IPO для этого и существует для того чтобы совершить такой серьезный скачок в цене и цена может быть еще более привлекательная чем она сейчас декларируется по номиналу так называемым соответственно сейчас самое лучшее время да Ольга сейчас я объясню и мы будем также вот финансовую грамотность постепенно вводить кстати поставьте плюсики кому это интересно хотелось бы не только идеологически делать остановочки на нашем вебинаре но и такие вот нотки финансовой грамотности потому что я кстати пообщался с руководством фонда СВИК так как они наши друзья партнеры я задал несколько вопросов а если это если то записали наверное будет то есть некая помощь с моей стороны всегда готов помочь нашим партнерам так как двигаем общее дело но направление которое сейчас они развивают я не поддерживаю до тех моментов когда не будет прозрачная видна легальная схема юридическая схема ну и естественно мой любимый вопрос блокчейн экономика если это все таки блокчейн продукт если это security токен offering то максимальная железобетонная конструкция всего юридического механизма переподписка это когда спрос превышает предложение и это говорит о том что скорее всего с вероятностью больше 70 процентов цена взлетит при выходе компании на IPO на больше процентов чем ожидалось чем рассчитывалось и это рассчитывают аналитики это тоже подготовленная маркетинговая программа то есть как есть крипто твиттер так и есть IPO твиттер есть инсайтная информация где-то на конференциях таким образом я думаю что через 2-3 года мы будем привлекать крупные институционные фонды и каждый из вас может научиться этому повышая свой профессионализм и качество инвестора не обещая каких-то тысяч процентов десятков тысяч процентов не дай бог дивидендов через несколько месяцев я не поддерживаю это и никогда не буду поддерживать потому что мы продаем сложный инвестиционный финансовый высокоприбыльный продукт но чтобы он стал высокоприбыльным нужно его правильно преподносить и максимально профессионально преподносить поэтому я могу сказать что сейчас лучший момент инвестировать не дожидаясь IPO ну примерно через 2-3 года с учетом того как нас отбросила Литва я вам рассказывал что это хорошо то что нас отбросила Литва так как скорее всего в 19-ом максимум 20-ом годах будет очень такая серьезная турбулентность тряска мировой экономики она затронет каждого живущего на планете земля в виде перезагрузки экономики и тогда с фанфарами выйдет как раз таки SkyWay как основа нового технологического уклада как максимально подготовленный плацдарм наших крупных стратегических партнеров целых стран целых государств и подготовленная блокчейн платформа в том числе для трансграничных платежей взаимодействий взаимоплата взаимооплата между подрядчиками и между пользователями вдумайтесь насколько это огромный потенциал и повторюсь инвестировать на IPO чтобы инвестировать 3000 долларов нужно будет внести 15000 долларов например если 3000 долларов не одобрят это точно 100% не одобрят одобрят какую-то часть я понимаю я хочу чтобы действительно вы понимали и в диалоге в разговоре с венчурными капиталистами с венчурными инвесторами вы говорили что да если ты захочешь даже входить на 50 миллионов тебе придется подать заявку на большее количество средств это огромная мотивация и это огромный аргумент для того чтобы использовать те текущие дисконты которые у нас присутствуют развивать структуры пока их не стал развивать каждый второй и пока о skyway не стали говорить все не только в элитных кафе и ресторанах как венчурные инвесторы так под шепотом но и все вообще потому что это станет идеальным институционным привлекательным продуктом вы помните какой хайп создал биткоин и на мой взгляд технология skyway создаст намного больше хайп и эффект который будет распространяться от человека к человеку вот так вот дорогие друзья мы будем укладываться в следующих вебинарах в максимум час постепенно я буду сжимать до сорока минут я к сожалению не могу отслеживать то что вы пишете мне в скайпе потому что он загружен не могу кому-то передать так как там может быть такая инсайдная информация как дойдут руки обязательно всем отвечу и я приглашаю вас всех приглашаю чтобы вы пригласили новых людей на наш следующий вебинар который пройдет через неделю не на следующей неделе но через неделю потому что будет по-прежнему интересно вдохновляюще перспективно на авторском вебинаре в моем все самое интересное и актуальное в проекте skyway до скорых встреч строй skyway спасай планету каким-то самым все вы iegen не в закрытие это прерыв вы в в в Продолжение следует...